Здравствуйте! Наконец-то начали приходить заказы, которые были сделаны на Алиэкспресс во время распродажи 11.11. И ряд из этих посылок я хотел бы вскрыть на камеру и показать вам. Возможно, кого-то заинтересует. А здесь... А нет, давайте вскроем и посмотрим. Потому что, на самом деле, эта посылка меня даже заинтриговала из-за комплектации. Сейчас покажу, в чём дело. Так. Раз. И два. Зацените прикол. На самом деле, это две посылки, которые почему-то решили запихать в один пакетик и таким образом переслать. У меня такое впервые, на самом деле. Возможно, кто-то уже сталкивался с этим. А заказы здесь небольшие. Ну и, на самом деле, нельзя сказать, что они очень уникальные. Тем не менее, давайте вскроем. Взглянем. Так. Здесь у нас... Господи. А вот за упаковку большой минус. Помялось. А ведь это я брал в подарок. Ах уж эти китайцы. Не могли получше запаковать. Здесь у нас довольно известный товар. Это магнитные коврики для мелкого ремонта всякой электроники. Один из них давайте вскроем. Взглянем, что это есть. Ну, да. Сперва покажу упаковку. Вот так они выглядят в запакованном виде. К сожалению, помялись. Но ничего страшного. На функционал это никак не пострадает. От слова совсем. Как вскрывается, так аккуратно. Вот так вскрывается. Да, здесь больше ничего нет. Упаковку выкидываем. И вот здесь вот такой вот коврик магнитный. Тяжеленький. И довольно толстый, кстати. Сделано под логотипом... Скажем так, под эгидой компании Xiaomi. Это какой-то из суббрендов Xiaomi, насколько я понимаю. Да, то есть вроде как логотипа самого Xiaomi здесь нет. Да, вроде логотипа Xiaomi здесь не наблюдается. Но, тем не менее, штука классная в плане качества. Претензий по качеству здесь, конечно, особых и нет. Ну, не знаю, если уж совсем придираться. Да. А как работает, проверим, но чуть позже. Кстати, они уже магнитятся друг к другу, на самом деле. Ну и вторая посылка. Тоже её вскроем. Здесь ещё более простой товар. Это вот такой вот складной коврик. Точнее, складная сидушка. На одного человека. Ну, этот товар испортить довольно сложно. Хотя... Хотя, на самом деле, если плохо запаковать, то вот эти вот края во время транспортировки, конечно, пострадают. На самом деле, я такой коврик заказываю уже не в первый раз. Ну, в предыдущий раз, правда, от другого производителя. Товар дешёвый, товар не самого высокого качества, скажем честно. Но в зимнее время штука довольно полезная. В любом месте можно сесть, просто кинув себе вот поджоп... Вот такой вот поджопник под себя. И пятая точка не будет, как бы это сказать, подмерзать. В принципе, очень даже практичная вещь. Но слушать, честно говоря, не очень долго. На один сезон, при активном использовании. А дальше придётся сменить на новую. Тем не менее, в принципе, зарекомендовал себя как товар довольно полезный. Поэтому покупаю уже второй раз. Так, что касается магнитного коврика, давайте проверим, как он работает. Накидаем сюда винтиков компьютерных, да? Удерживает? Удерживает. Но, если честно, удерживает довольно слабо. Да? Не знаю, для кого-то это будет плюс, для кого-то минус, но, тем не менее, многие пишут, что, хотя по качеству не вызывает каких-то претензий у них это изделие, сделан вроде бы аккуратно и добротно, но вот магнитные свойства не самые высокие, скажем честно. Вот как-то так. Ссылки будут под видео. На этом пока всё. До следующей посылки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok